Ну и какие выводы у нас на основании нашей лекции? Ну, мы рассмотрели типичные задачи такого раздела машинного обучения, как метриклёнинг. Ну и обсудили, как можно их решать, если известно представление объектов в виде числовых векторов, то есть если известен их эмбэддинг. Ну и рассмотрели архитектуру сети и принципы ее тренировки, которые могут решать задачи метриклёнинга. Продолжение следует...